Первое воскресенье октября в Беларуси – День Учителя. Для каждого педагога этот праздник – один из самых важных. Это день для всех, кто ценит и уважает преподавательский труд. День, когда каждый спешит отдать дань уважения наставникам, которые вложили в нас знания и подарили частичку своей души. Марина Джалая побывала в гостях у учителей, которые всю свою жизнь посвятили любимой работе. Пообщалась и с теми, кто в избранной профессии делает первые шаги. Мы поздравляем с этим добрым и уважаемым праздником всех учителей Беларуси. Конечно, съемки отдельной программы достойны десятки тысяч педагогов. Герои нашего сегодняшнего сюжета – три учителя, которые представляют три поколения. Это профессор, доктор педагогических наук Василий Кухарев, директор Тарфозаводской школы Тамара Туникова и учитель истории средней школы номер 8 Гомеля Иван Веселов. Предлагаю познакомиться с ними поближе. 74 года трудового стажа, преданность профессии, постоянная жажда знаний. Николай Кухарев летом отметил 93-й день рождения. Пенсионером в полном смысле слова стал всего месяц назад. 31 августа попрощался со своим последним рабочим местом – Гомельским институтом развития образования. Здесь академик Международной академии акмеологических наук отработал 35 лет. Сначала был методистом, последняя запись в трудовой – заведующий кафедрой акмеологии. Учительствовать Николай Кухарев начал в 19, преподавал в начальной школе. Благодаря тому, что судьба свела его с талантливым научным руководителем, на всю жизнь увлекся исследовательской деятельностью. Стал автором свыше 400 научных работ, создал свою научную школу. Рассказывая о самых радостных и приятных периодах трудовой жизни, профессор вспоминает частые командировки по необъятным просторам бывшего Советского Союза. Поскольку в Белоруссии я руководил республиканским семинаром по повышению квалификации специалистов, туда приглашали слушателей Советского Бывшего Союза. Поэтому я сотрудничал многие годы, особенно с Казахстаном. Туда я выезжал в год до четырех раз. Недельные курсы проводил. Тюмень, Брянск, Смоленск, Ноябрьск, Сыктывкар, Молдавия. Ее доброты хватает на всех. Каждого обогреет ласковым взглядом, доброй улыбкой и словами поддержки. Это о Тамаре Туняковой, директоре торфозаводской средней школы. Сейчас здесь учатся почти четыре сотни детей. Тамара Ивановна для них не строгий начальник, а вторая мама. Ее здесь не боятся. Любят и уважают и школьники, и подчиненные. Ведь как еще объяснить тот факт, что из 40 работающих здесь учителей почти 30 – бывшие ученики Тамары Туняковой. Учительской династии, которой она принадлежит, 210 лет. Возможно, поэтому и выбор профессии был предопределен. Ведь еще в первом классе почувствовала, что здесь ее дом. Учителей глубоко уважала и мечтала получить от них как можно больше знаний. После школы Тамара Тунякова поступила в Гомельский госуниверситет имени Франциска Скорины. Получила диплом и пришла работать в Торфозаводскую школу. Почти четверть века преподавала. Последние 20 лет руководит. Знаете, даже вот смешно, наверное. Зима. Раньше автобусы в деревню не доходили. Учителя добирались из города пешком. Ну, естественно, замело. Многие учителя не смогут доехать вовремя. Я ждала эту метель, чтобы вот просто-напросто замело. Почему? По той причине, что меня садили в класс, в начальный, это уже с пятого класса. И я там вела урок. Я читала им сказки. Я им рассказывала. И мне это так нравилось. Мне это так хотелось вот скорее, скорее, скорее вырасти и стать учителем. Историк восьмой школы Гомеля Иван Веселов из учительской семьи. Основная ветвь генеалогического древа осталась в России. Там преподавательскую династию Веселовых признали одной из самых продолжительных. Дети, скажите, пожалуйста, а кто любит историю? Я. 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 А знает кто? Я. А десятки у кого? Я. Молодцы. Иван Веселов – историк во втором поколении. Этот же предмет преподавал его отец. В восьмой школе молодой учитель работает четвертый год. За это время успел вывести для себя рецепт успешного преподавания. Чтобы получить хорошие результаты, нужно постоянно заниматься саморазвитием. Интересную информацию, которую можно захватить детей, получает в интернете, книгах, интеллектуальных играх, путешествиях. Все исторические факты связывает с сегодняшней реальностью, делает свои уроки наглядными, понятными, интересными и, главное, современными. Качественная подача материала и следование современным тенденциям. То есть идти в ногу с детьми. Насколько легко заинтересовать этим предметом? Все, опять же, зависит от учителя, от подачи материала. И от подачи материала зависит любая наука. Любую науку можно сделать интересной. И история никогда не потеряет свой интерес. Именно так. Любой учебный предмет можно сделать захватывающим, интересным и любимым. После общения с героями сюжета осталось чувство благодарности и восхищения. Лекции Николая Кухарева заканчивались аплодисментами. Благодаря Тамаре Туниковой построено новое здание школы, а к ней в кабинет приходят, как в материнский дом. Иван Веселов за три года работы уже успел получить звание «Учитель года». А дети с нетерпением ждут урока истории. Поздравляем с Днём Учителя! Марина Джала, Валерия Копанько. Новости недели.